Изучаем самые громкие события сегодняшнего дня. Итак, что у нас на повестке? Вдова Юрия Шатунова выиграла суд у Андрея Разина. Да, семья покойного Юры Шатунова получила права на все его песни, все его хиты. Я очень рад такому решению. Что скажете вы? Мы вот об этом сейчас в деталях поговорим. Но я надеюсь, конечно, что это будет жирная точка. И Андрей Разин прекратит свои нападки на вдову и детей Юрия Шатунова. Блогер Шпак сжег российский паспорт. Чего? Что там учудил этот блогер-фрик? Разберемся. Почему Пугачева пыталась утопить певца-шаман? Вот такой заголовок мне попался на глаза. Вас тоже, да, зацепило. Поговорим и на эту тему. Следующее. Как Ларису Долину развели мошенники из Украины? Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей. А на мою квартиру наложен арест. Да, в своем видеообращении певица сказала, что вот эти мошенники сейчас находятся на территории Украины. А предыстория такова. Если вы вдруг пропустили, если верить последней информации. В общем, она продала свою квартиру, отдала деньги наличными курьеру. Вот жуть, да, что за глупость, если это так и было. В общем, наличными никуда-то там перевела. Не было никого из юристов, что ли, рядом. В общем, взяла всю эту пачку денег, какую-то сумочку, пакетик, да, наверное, завернула. Отдала курьеру. Курьер испарилась. Все. Пришли на утро, вот вчера, в жилой комплекс, где находится вот эта квартира Ларисы Долиной. Пятеро неизвестных человек. И говорят, ну все, мы заселяемся. А Долина их не пускает, охраны не пускает. И вот, собственно говоря, после этого сразу появилась информация о том, что еще и соцсети Ларисы Долиной взломали. Там от ее имени было такое заявление, что все деньги от продажи квартиры пойдут в пользу Украины. А сама она, чтобы реабилитироваться в глазах Украины, будет доживать оставшиеся годы на территории родной Одессы. И давайте заодно еще поговорим вот о чем. А сколько сейчас Ларисе Долиной нужно времени для того, чтобы заработать на такую квартиру? Вот, предположим, 150 миллионов стоила ее квартира. Ну, якобы сейчас потерянная для нее. И вот тут журналисты раскопали, сколько сегодня певица зарабатывает на своих выступлениях. Давайте посчитаем, сколько месяцев, сколько недель или сколько лет на это уйдет. Ну, и плюс ко всему, давайте, знаете, что сделаем? А давайте мы с вами сравним хоромы Долиной и хоромы Аллы Пугачевой. Потому что совсем недавно подмосковная дача Примадонны попадала в мой обзор. Ну и, в общем, сделаем какие-то выводы. Нравится вам это или не нравится? Кстати, будьте поосторожнее со своими выводами. Почему? Потому что вот те люди, кто вот посмотрел на фотографии квартиры Ларисы Долиной и сказали, блин, что за убожество, что за вычурный стиль. Так вот, всем тем, кто вот так высказался нелестно о хоромах Ларисы Долиной, балерина Анастасия Волочкова заявила, ну, что вы там, сидите в своих трущобах и обсуждаете убранство квартир таких прекрасных певиц. Давайте поговорим еще и о реакции Анастасии Волочковой. Константин Эрнст потерял более миллиарда рублей на сети торговых центров. Да, это вам, что называется, не первым каналом управлять. Как так получилось, что великий стратег, медиа-менеджер потерял деньги в бизнесе? Какая же разница? Неужели первым каналом управлять гораздо проще, чем вот другими видами бизнеса, где каждый день нужно принимать решения, а не так, что вот по накатанной десятке лет одно и то же? Прохор Шаляпин предложил проверять депутатов Госдумы на трезвость. Ну, то есть, вот перед каждым своим заседанием депутаты, что там, в трубочку, да, должны дыхнуть. Но вот удивлены, да, заявлением Прохора Шаляпина, вот этот человек с фарфоровыми зубами. Мы спасем шоу-бизнес. Он еще, кстати говоря, вот если исследовать более тщательно его последний комментарий, он вроде как бы даже готов принять участие в законодательном творчестве. Ну, то есть, что там, депутаты готов податься? Давайте об этом тоже поговорим. Вот это, друзья, основные темы, по которым мы сейчас в деталях пройдемся. И есть вот две, по которым вот буквально одним предложением просто не мог я их пропустить. Во-первых, свадьба Лепса и его молодухи состоится ближе к концу этого года. Мы помним, да, что Лепсу-61, его молодухи-18. Вы думаете, чего они там назначили дату? Нет, вот Дниру в своем репертуаре эзотерическая сваха. В общем, предсказывает такой расклад. И еще один, значит, интересный повод обсудить Катю Лель. Она рассказала, что запишет свою новую песню на «Приготовьтесь к галактическому языке» на создание нового хита. Ее вдохновили духовные практики на Мальдивах. Но вы понимаете, да, друзья, что я даже не хочу это обсуждать? Ну, а для информации, конечно, чтобы вы понимали вот о масштабах личности Катю Лель, я вам эту информацию подкинул. Здесь, Сафин, обязательно, друзья, подпишитесь на мой YouTube. И у меня есть еще Telegram, вот где я выкладываю много всего интересного. Ну, там и фотографии вот этих хором Ларисы Долиной, ее заявление. Ну, в таком, значит, подавленном состоянии она рассказала о том, как ее развели мошенники. Ну, и плюс ко всему, если вы еще не успели посмотреть, зайдите, посмотрите тот самый инцидент с концерта Максима Галкина, где один из зрителей назвал его долгом. Ну, в общем, друзья, с вас подписка на мой YouTube и на мой Telegram. Ну, а с меня самые объективные новости. Здесь мы никого не поливаем грязью. Здесь мы никого не целуем между булок. Самое главное, вот, разобраться по фактам. А у нас их предостаточно. И вы уже сами делайте выводы. Вдова Юрия Шатунова выиграла суд у Андрея Разина. Не знаю, как вы, друзья, а я очень рад такому решению. Потому что мы с вами видели, да, как просто задолбал Андрей Разин в свое время Юрия Шатунова. Настолько, что даже Дана Борисова, которой Андрей Разин проплачивал ее отдых, вот, она там на курорты ездила после своего лечения, релаксировала. И даже вот она в свое время не выдержала и сказала, ну, хватит уже, затравил. Ну, и вот, что мы видим. Суд встал на сторону семьи Юрия Шатунова. И я надеюсь, что в этом деле действительно поставлена жирная точка. Потому что, ну, сколько негатива вылилось на голову Юрия Шатунова. Сколько ему пришлось пережить перед тем, как вот он неожиданно скончался. А Андрею Разину, я думаю, и так же денег предостаточно. Уж сколько он доил эту золотую корову под названием группа Ласковый Май. Сколько денег он на этом сделал. Но я не думаю, что он обеднеет после такого решения. Хотя вот что-то мне подсказывает, что он на этом не остановится. И будет продолжать гнуть свою линию. Но мне бы, конечно, этого не хотелось. Что вы думаете о решении суда, друзья? И как, по-вашему, нужно было поступить? Это вот справедливое решение, что песни группы Ласковый Май теперь принадлежат, все права на них принадлежат вдове и детям Юрия Шатунова. Нажмите лайк, если считаете, что да, если поддерживаете мою точку зрения. Блогер Шпак сжег российский паспорт. Кто это вообще такой? Спросят некоторые. Вот вы посмотрите на его лицо. Вот этот чудик, который подводит глаза, красит ногти, совершает какие-то нелепые поступки. Хайпует на различных темах. Вот записал видео, как, будучи, по всей видимости, в Соединенных Штатах Америки, он сжигает паспорт и говорит о том, что он теперь человек без родины, человек без флага и не хочет, чтобы его что-то связывало с этой страной. Ну, подразумевая Россию. Ох, какой странный поступок! Какой нелепый поступок! Какой ужасный поступок! Видите, я вот все понарастающий, понарастающий. Почему? Потому что я не представляю, что вот может происходить в голове. Вот у этого человека. Вот чудо в перьях, да? Если до этого вы это выражение могли ассоциировать с Филиппом Киркоровым, то делали это неверно, потому что чудо в перьях настоящее. Вот оно перед вами. Человек, который посвятил свою жизнь преображению собственного тела за счет занятий бодибилдингом, за счет пластических операций и татуировок. Ну, а это я расцениваю просто как попытку похайпиться. А на его страничке, между прочим, я специально зашел 2,5 миллиона подписчиков. Если среди вас есть те, кто на него подписан, просто, друзья, напишите, а что вы делаете там? Что такого интересного несет вот это вот чудо в перьях в ваш мозг, что вы прям являетесь его подписчиком? Я не понимаю вот его поступка. Это, ну, вот вообще выглядит скверно. Это выглядит, ну, жутко, потому что это все-таки документ государственного образца. И как-то, ну, меня всегда с детства учили, что нужно вот вообще к документам относиться с уважением. Без разницы, нравится тебе страна, не нравится. Ну, вот иди тогда в посольство, сдай его, объясни свою позицию, ну, и объясни нормально это своим подписчикам. А то, что вот ты делаешь, ну, это, ну, это просто попытка хайпа. Я в этом ничего другого не вижу. И тут же мне в голову пришло вот такое воспоминание. Есть такой певец Шарлотт. Он внесен в Россию в список экстремистов и террористов. В свое время он тоже взял вот так и сжег российский паспорт. А сейчас он за решеткой. Там 5 уголовных дел на нем. Он оттуда слезно извинился, извинялся. Больше не буду. Прощения просил даже, если меня память не подводит, у патриарха Кирилла. А его отец заявлял, что, ну, не виноват он. Просто попал в плохую тусовку. Ну, а каким будет будущее у Шпака, поживем, увидим. Ну, а вы свое мнение оставляйте, друзья, в комментариях. Они открыты. Почему Пугачева пыталась утопить шамана? Вот за такой громкий заголовок зацепился мой глаз. Я думаю, кто уже, что уже. Целое расследование кто-то провел. А нет. Оказывается, Ольга Зарубина в интервью Аргументом и Фактом в очередной раз полила грязью Аллу Пугачеву. Слушайте, это становится вообще не смешно. Почему? Потому что, если вы откроете, вот так, Ольга Зарубина, загуглите, вот, откроете в интернете раздел новости, то вы только и увидите никаких новостей о ее творчестве. А вот она постоянно поливает грязи из новости в новость Аллу Борисовну Пугачеву. Это не в защиту Примадонны. Это просто констатация факта, что Ольга Зарубина уже что-то достала своими заявлениями о том, что вот Алла Пугачева никакая, вот вокальные данные ее совсем никакие. И вот, наконец, дошло до того, что Пугачева пыталась утопить шамана. Может быть, она действительно пыталась закрутить гайки молодым талантом. Может быть. Но мне вот из уст Ольги Зарубиной уже неинтересно это слушать. Почему? Потому что каждый раз она вспоминает о том, как в свое время и ей перекрыла кислород Алла Пугачева. Но, собственно говоря, личная обида постоянно выливается вот в такие негативные комментарии. Ну, а в целом, вот тема-то интересная, да, сама по себе, друзья. Перекрывала Алла Пугачева кислород молодым артистам или нет? По утверждению Зарубиной, вот благодаря связям Пугачевой из эфиров по ее желанию убирали разных певцов. Я об этом слышал неоднократно. Но, в общем, я думаю, и вы об этом слышали. Никто и не говорит о том, что Пугачева святая. А вот какие вам известны факты, вот такие, знаете, из ее биографии, когда она кого-то действительно вот так раз пинком под зад и из телевидения, со сцены. Пишите, друзья, в комментариях. Ну, а я свое отношение, друзья, об Ольге Зарубиной уже высказал. Собственно говоря, талантливая же певица, талантливая. Ну, зачем вы, Ольга, тратите время вот на вот эту тему? Ну, зачем? Это просто смешно. Это просто неактуально. Это просто, короче, дно какое-то. Как Ларису Долину развели мошенники из Украины? Давайте, друзья, по этому поводу поговорим поподробнее. Значит, какая в целом история складывается? Ларису Долину начали обрабатывать мошенники. Как она позже призналась, они сейчас находятся на территории Украины. В общем, они убедили ее, что нужно продать квартиру. И вот, она продает квартиру там по разным оценкам от 150 до 200 миллионов рублей. И после этого, если верить свежим новостям, она передала всю эту наличность курьеру для того, чтобы на какой-то счет положить. Вот такое у меня сложилось мнение о всем том, что вот связано с этой историей. Потому что вот сама Долина ничего толком не сказала. Знаете, вот так вышло, типа, ну, журналисты идите лесом, потому что сейчас вот в интересах следствия я ничего не буду говорить. Вот, до свидос. Ну, собственно говоря, можно было вообще тогда и не выходить на связь. Потому что вся достоверная информация может быть озвучена только из ее уст, либо из уст ее адвоката. Но мы ничего такого не слышим. Но во всей этой ситуации, знаете, что самое странное? Кто в современном мире вообще за наличку продает квартиры? Особенно, когда речь идет вот о людях вот такого уровня. У нее же должен быть какой-то юрист, правильно? Но нет юриста, куча вполне адекватных людей в окружении. А где они все это были? Неужели действительно Лариса Долина, прожив почти 70 лет на свете, вот так легко повелась на уговоры мошенников и вот так отдала курьеру свои бабки? Какая мутная история. Что касается ее квартиры, вот оцените, на экране вы можете видеть эти хоромы. Да, там 5 человек уже вчера с утра пришли и говорят, все, давайте мы будем заселяться. Лариса Долина должна уже покинуть это пространство. А Долина не хочет покидать это пространство. И вот выступила со своим видеообращением, где вот знаете, в таком подавленном состоянии заявила о том, что как ее развели. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей. А на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. Лариса Долина сделала акцент о том, что вот там чудовищное заявление было выставлено в ее социальных сетях. Там нет ни слова правды, о чем идет речь. Да, действительно, вот такое полотно, такой текст выкатили мошенники, взломавшие ее социальные сети. И там была речь о том, что она продала свою квартиру, еще заложила свою дачу там за 50 миллионов. В общем, все эти деньги на нужды Украины. И чтобы реабилитироваться в глазах Украины, она еще и свои оставшиеся годы готова прожить в родной Одессе. Там много чего было сказано, ну и вот за все это Долина вот так очень скупо пояснила. Но мы надеемся, что в дальнейшем она как-то более подробно все объяснит. Почему? Потому что если она будет молчать, у журналистов, у блогеров появится больше возможностей как-нибудь на свое усмотрение объяснить то, что там на самом деле произошло. Кстати говоря, уже пишут, что курьера, которой передала Лариса Долина деньги, задержали. Так что ждем развития этой ситуации. И плюс ко всему, друзья, вот вам хоромы Ларисы Долиной, вот хоромы Аллы Пугачевой. Но поскольку все начали обсуждать, о как живет Долина. И там были, кстати, такие высказывания о том, что что за жуть, что за безвкусица. И я вот решил предложить вам сравнить хорому вот двух певиц, у которых весьма-весьма роскошные апартаменты. Перейдите в мой телеграмм, вот по этой ссылке. Там вы найдете фотографии внутренних интерьеров и подмосковной дачи Аллы Пугачевой. Ну и вот этой злосчастной квартиры Ларисы Долиной. Ну а теперь давайте поговорим, сколько же времени уйдет у Ларисы Долиной на то, чтобы заработать вот такую сумму. Если верить, да, разным источникам, то ли 150 миллионов, то ли 200 миллионов стоит ее квартира, которую она вроде бы потеряла. И вот смотрите, телеграм-канал Светский Хроник пишет, что сегодня гонорар эстрадно-джазовой артистки далек от нынешних расценок поп-звезд. И помимо пенсии, но про пенсию мы даже не будем говорить, да, она получает за свои выступления от 1 до 3 миллионов рублей. То есть вот представьте, 150 миллионов, возможно, потерянных и 1, ну пусть по максимуму 3 миллиона рублей. Вот сколько нужно? 50 корпоративов провести, либо 50 раз выступить на дне какого-то города, либо 50 раз еще куда-то отправиться. Это вот если вот по максимуму эту цифру брать. Но, в принципе, для многих из вас вот эта цифра, 50 раз выйти на работу и заработать на роскошные апартаменты, огромная площадь. Но не выглядит все это для нас так страшно, правильно? Потому что мы 50 раз выйдем на работу. Ну сколько мы там получим? Мы получим столько денег, что сможем купить вот такой коврик у входной двери, совочек вот рядом поставить, какую-нибудь вешалку повесить. И потом опять нам нужно будет работать 50 дней. Ну что, пошли дальше. Тут я вот не могу пройти мимо заявления Волочковой. Она вот очень жестко прошлась. Высмело, я бы сказал, всех тех хейтеров, кому не угодили апартаменты Ларисы Долиной. Да, там люди разошлись в своих оценках. Мол, что за безвкусица, как я уже ранее говорил. Но что это такое вот... Ну, короче, людям не понравилось. Некоторым то, что они увидели, а Волочков вот говорит, мол, сидите вы там в своих трущобах и еще обсуждаете убранство вот квартиры прекрасной певицы. А она действительно к Долиной очень хорошо относится. Ее там связывают разные дружеские отношения. И не только с ней, но там, я так понимаю, еще на профессиональном уровне у них были какие-то пересечения по жизни. Ну, и плюс ко всему, она вот тут говорит. Это, знаете, было в интервью изданию Life. Ларисе Долиной респект за все, что она сделала для России и делает. Я здесь только одно хотел спросить у вас, Анастасии. А что конкретно сделала Лариса Долина? То есть, она вот выступала, зарабатывала деньги и покупала себе недвижимость. Вы про это, что ли, говорите? Вот хотелось бы прояснить, потому что вот эта фраза за все, что она сделала для России и делает. Если я что-то упустил, напишите, друзья, в комментариях, а что ж такого уникального делает Лариса Долина? Чего не делают учителя? Чего не делают врачи? Но можно бесконечно продолжать вот этот список. Работала, зарабатывала, купила вот это все, а сейчас потеряла. Комментарии открытые. Константин Эрнст потерял более миллиарда рублей на сети торговых центров. Вот такой эксклюзив напечатал телеграм-канал Звездач. О чем идет речь? В общем, в прошлом году генеральный директор первого канала стал учредителем там одного ООО. Там его доля составила 49%. Под этим юрой лицом зарегистрирована сеть торговых центров. Ну и вот, короче, Эрнст решил заняться вот таким бизнесом. Король, можно сказать, торговых центров и прогорел. По данным бухгалтерской отчетности, за 2023 год прибыль проекта ушла в минус на 1 с лишним миллиарда рублей. Ну и вот теперь журналисты пишут, наверное, теперь вся надежда на новый бизнес жены Софии. Ну это новость из разряда, друзья, тех, что человек не может быть талантлив во всем. А насколько он талантлив, Константин Эрнст, как глава первого канала? Что думаете? Пишите в комментариях, они открыты, приветствуются разные точки зрения. Будет интересно все это обсудить. Ну и вот тут Прохор Шаляпин предложил проверять депутатов Госдумы на трезвость. Многие, наверное, подумают, о, какой смелый Прохор Шаляпин. Но вот если копнуть чуть глубже, то выясняется, что вообще с чего-то все началось. Он с самого начала, Прохор Шаляпин, поддержал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева, который заявил о том, что нужно бы проверять артистов на употребление алкоголя перед выходом на сцену. Все это после вот этих скандальных выходок глюкозы. Потом, помните, да, вот Глеб Самойлов еще опозорился в Красноярске. И вот, оказывается, Прохор Шаляпин сначала поддержал вот то, что всех его коллег нужно проверять. Мол, я сам никогда не выпью, если только после концерта. И помимо этого еще и предложил, а давайте-ка еще и, ну это как бы, наверное, в шутку. Вряд ли он там будет с какими-то, знаете, требованиями жесткими в дальнейшем выступать. Вот сказал и сказал в шутку. А давайте еще и депутатов Госдумы. Поэтому я это не расцениваю, как эдакую удалую храбрость Прохора Шаляпина. Потому что даже его подруга, нынешняя балерина Волочкова, заявила, возмутилась о том, что это за бред проверять артистов на алкоголь. У каждого должна быть совесть и каждый сам должен себя в этом ограничивать. А тут вот ее дружок Прохор Шаляпин вот такое заявляет. Поэтому здесь, как бы, знаете, и подлизнул, и подшутил. Это мое мнение. Какое мнение у вас? Напишите, друзья, в комментариях. Ну а здесь Сафин. Не забудьте подписаться на мой канал.